МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире телеканал ИВИДНОЕ ТВ новости Ленинского района. В студии Максим Козлов. Здравствуйте. В начале коротко об основных темах сегодняшнего выпуска. В гостях у жителей и руководства сельского поселения Булатниковское побывал заместитель главы муниципалитета Альберт Гравин и обсудил с ними важные вопросы. Район примет любое решение, которое нужно вам. Стены, декорированные ярким орнаментом, живые цветы и даже стена, украшенная живым мхом. В городе Видное появился необычный каворкинг-центр. Каворкинг – это трамплин для начинающих предпринимателей, для стартаперов, для самозанятых. 25 марта работники культуры отмечают свой профессиональный праздник. В этот день наша съемочная группа побывала в районном историко-культурном центре. Выставка – это всегда тема, какая-то определенная. Вот, например, сейчас у нас будет День Победы, 9 мая. Заместитель главы муниципалитета Альберт Гравин встретился с активом жителей и руководством сельского поселения Булатниковское. И хотя формат общения был не совсем официальный, вопросы обсуждались очень важные. Татьяна Брылова продолжит. На встрече с заместителем главы администрации Ленинского района Альбертом Гравиным собрались лидеры общественного мнения старосты деревень, старшие по домам руководства сельского поселения Булатниковское. Один из актуальных вопросов касался строительной компании «Гранель», законность действий которой была подвержена сомнению местных жителей. Около недели назад лопатинцы потребовали остановить вырубку деревьев. По их мнению, количество уничтоженных растений превышает разрешённая документация. Альберт Гравин разъяснил ситуацию. Я остановил эти работы по телефону, которые были, когда ситуация была нагнетена. Значит, поэтому оврагу, когда пилились деревья, деревья высокие падали как сюда, так и сюда. То есть его овраг, часть деревьев, конечно, упала. Но сейчас, когда в понедельник я дал поручение быты, они выехали, отстреливали границы земельного участка, совершенно очевидно, что овраг, который находится в границах, вот там, где это было положено. Альберт Александрович отметил, что администрация готова всегда идти на контакт с жителями и открыто рассказывать о своей работе. Это касается и разрушенного клуба в Лопатине, ещё одного проблемного объекта поселения. Первое нужно принять в собственность землю, на которой стоит клуб, а затем снести старое здание, сказал Гравин. Также был озвучен вопрос переселения из аварийного фонда. В рамках договорных обязательств застройщики передали шесть квартир, куда вскоре и переедут жители из старых домов. Но срочного переселения требует гораздо большее количество семей. В связи с этим главой района дано соответствующее поручение, то есть усилить и подготовить предложение, как из этой ситуации выйти. Предложение может быть только одно – создать какой-то временный манёвренный фон. В ходе беседы были подняты и другие вопросы – отсутствие в Дубровском детской площадке, обеспечение жителей села Булатниково водоснабжением и канализованием и другие. По каждой проблеме были даны разъяснения и обсуждены возможные пути их решения. Татьяна Брылова, Константин Брылов, Елена Кошелева, Видное ТВ. В городе Видное появился ещё один каворкинг-центр. Его открытие стало возможным благодаря поддержке Министерства инвестиций и инноваций Московской области. Вместе с руководителем предприятия мы прошлись по рабочей территории и узнали, чем новый офис отличается от других аналогичных помещений. Стены декорированы ярким орнаментом, живые цветы и даже оформление живым мхом. Сразу и не скажешь, что это офис. Создатели каворкинг-центра постарались сделать так, чтобы работать в этом помещении было удобно всем. По стандартам Московской области мы оборудовали санузлы местами для людей с ограниченными возможностями. Также у нас оборудован на входе пандус, вы видели. И всё необходимое для людей, действительно, кто не может передвигаться, как обычные люди, на колясках, всё здесь у нас в офисе предусмотрено. Высокоскоростной интернет и многофункциональная офисная техника позволят и почту получить, и распечатать необходимые документы или фото. Буквально сколько у нас ушло? 30 секунд. Несмотря на то, что здесь всего 10 отдельных рабочих мест, помещение многофункционально. Здесь также можно проводить совещания, презентации и небольшие конференции. Площади у нас немного. У нас один из самых маленьких каворкингов. Он меньше 180 метров в общей сложности. Поэтому мы сделали такую переговорную трансформер. То есть из двух переговорных её можно превратить в один конференц-зал для проведения уже больших презентаций. Давайте я вам покажу, как это работает. Предусмотрены в центре и места для отдыха, а также всё необходимое, чтобы приготовить чай и кофе. Есть здесь и большая кухня, оснащённая по самым современным стандартам. Холодильник, микроволновка, плита, мойка с измельчителем пищевых отходов. Кроме того, здесь можно совмещать приятное с полезным. Например, провести переговоры или устроить презентацию для коллег. Министерство инвестиций и инноваций Московской области выпустили общие, довольно строгие стандарты, которым должно соответствовать офисное помещение. С другой стороны, именно благодаря помощи областного правительства и появился этот каворкинг-центр. Мы узнали о том, что Министерство инвестиций и инноваций проводит конкурс, приняли в нём участие. Немножко отредактировали наш проект под требования, под те стандарты, которые установлены в Московской области. И к нашей радости мы победили в этом конкурсе и получили право на получение субсидии по итогам инвестиций в каворкинг-центр. В общей сложности мы потратили порядка 3,5 миллионов рублей на то, чтобы сделать ремонт, закупить необходимую мебель и оборудование. А 3 миллиона нам возместила Московская область. Изначально создатели каворкинга ориентировались в том числе на предпринимателей в сфере культуры, а потому офис имеет свои особенности. Студия – это неотъемлемая часть каворкинга. Любой, кто хочет реализоваться, снять, допустим, какой-то видеоматериал, записать как видеоблогинг, или это, допустим, молодой коллектив музыкальный, который хочет сделать профессиональную запись живого своего выступления – это студия как раз для них. Этот центр станет подмогой тем, у кого нет финансовой возможности арендовать офисное помещение. Каворкинг – это трамплин для начинающих предпринимателей, для стартаперов, для самозанятых. Это первый этап, который позволит им в дальнейшем создать что-то более серьезное. Подобные каворкинги – это не классический каворкинг, скажем так, это профнаправленный каворкинг. И это основное отличие от того, что было создано ранее. Поэтому я думаю, что эта тема, она, в общем-то, имеет место быть и будет развиваться и в дальнейшем. В России первый подобный офис открылся в Екатеринбурге в 2008 году. В настоящее время в Подмосковье работает более 40 каворкингов. Теперь и в Видном. Максим Козлов, Сергей Ларин, Видное ТВ. 27 марта в Видном пройдет городской день донора. В связи с этим мы пригласили в студию почетного донора России председателя донорского совета при Ленинском районном отделении Красного Креста Сергея Сидоренко, чтобы узнать поподробнее о предстоящем мероприятии. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте, Максим. Итак, расскажите, что же это будет у нас за мероприятие. Максим, 27 марта в среду у нас пройдет очередной городской день донора. Приедет выездная бригада МОСПК для того, чтобы прийти и сдать кровь. Надо прийти с 8.30 до 11.30. Заводская 15, в актовом зале. Принять участие может любой гражданин с 18 лет, вес которого не менее 50 кг, который не имеет особых противопоказаний. Как нужно человеку подготовиться к этому процессу? Перед сдачей крови за два дня противопоказано употребление спиртных напитков. Утром перед сдачей крови обязательно завтрак, каша на воде, чай с печеньем сладкий и все. А правильно я понимаю, что у нас существует какая-то программа поддержки доноров? В данном случае какие-то преференции человек получает, придя на этот день доноров и сдав кровь? Когда человек сдает кровь, этот день сдачи крови засчитывается рабочим и дается справка еще на один дополнительный день отдыха. Плюс получает в районе 600 рублей на питание. Еще такой вопрос, я думаю, многих интересует. А сам процесс, как долго он по времени длится? Сдача крови происходит, опять же, все зависит от человека. В пределах 5-10 минут сдача крови проходит. Хорошо, что вы нам все так подробно рассказали. Теперь вы имеете возможность обратиться к нашим зрителям и пригласить их на это мероприятие. Да. Уважаемые неравнодушные жители города Видное, я приглашаю вас принять активное участие 27 марта, повторюсь, с 8.30 до 11.30, заводская 15, второй этаж, актовый зал, чтобы внести небольшую лепту и помочь тем людям, которые нуждаются в крови, в компонентах крови. Ну и, наверное, стоит уточнить, что адрес заводская 15 – это здание районной клинической больницы города Видное. Это наш стационар, все верно. Спасибо, что пришли к нам на эфир. А я напомню, что у нас в гостях был почетный донор России, председатель донорского совета при Ленинском районном отделении Красного Креста Сергей Сидоренко. Россия всегда славилась выдающимися деятелями культуры, которые вносили неоценимый вклад в мировое наследие. С 2007 года, 25 марта, люди искусства отмечают свой профессиональный праздник. В этот день наша съемочная группа побывала в районном историко-культурном центре. Анастасия Воронина погрузилась в трудовые будни работников культуры. День работника культуры – это праздник людей искусства, которые на протяжении всей своей жизни дарят нам радость и душевное наслаждение, красоту и вдохновение, знание и мудрость. Но лишь немногие знают, сколько труда, терпения и энергии они вкладывают в свою непростую работу. Районный историко-культурный центр был образован в 1998 году. И уже на протяжении многих лет он объединяет в себе несколько направлений – краеведение, социальный туризм, музыкальное и художественное искусство. Работа его сотрудников очень многогранна. Это большие профессионалы, люди, которые много лет занимаются историей, культурой родного края, Ленинского района, города Видное. Люди, которые целиком и полностью погружаются в свою работу, которые отдаются ей со всей любовью. Каждый сотрудник историко-культурного центра заслуживает особого внимания. Например, Ирина Москаева. Музыку она полюбила с детства. И вот уже более 50 лет помогает другим познавать это искусство. Мы встретились случайно, встретились с Леонидом Мосеповичем Утесовым. И он мне, 17-летней девчонке, дал правильное направление. Он мне сказал, я не ожидала, это случайно была встреча абсолютно. Но он мне сказал, слушай, девочка, ты иди, иди занимайся, играй на фортепиано. На фортепиано посвящай этому все свои дела. А у тебя все получится. И действительно, это все через годы осозналось, получилось. Помимо музыкальных уроков и вечеров, в центре проводят экскурсии. Так, например, в этот праздничный день пришедшим школьникам рассказали о картинах художницы Ольги Волокитиной. Чашка у нас стала объемной. Мы прямо сейчас туда чай набьем. Посмотрите, и здесь удивительная синяя чашка сияет, сияет. И хлеб начинает пахнуть. А сколько фотовыставок, благодаря сотрудникам историко-культурного центра, состоялось в сквере «Юность». Архив учреждения очень велик, а особенные исторические материалы хранятся в специальных сейфах. Для того, чтобы подарить приятные впечатления жителям, выставочно-фондовый отдел занимается кропотливой работой в поисках необходимой информации. Сложность большая, потому что выставка – это всегда тема, какая-то определенная. Например, сейчас у нас будет День Победы, 9 мая. Посмотреть очень много материала, фотоматериала, изучить их воспоминания. То есть там есть упоминания, где они воевали. Отобрать эти материалы, затем их скомпоновать, их определенным образом представить. То есть мы делаем коллажи и даем информацию об этих людях. Методист Наталья Замарина, как и ее коллеги, тоже посвятила свою жизнь искусству. Профессия нужна, да, она необходима. Видим ли мы плоды своего труда? Ну, буду говорить о себе. Вижу ли я плоды сегодня своего труда? Нет, не вижу. Но я очень надеюсь, что эти плоды когда-то дадут себя знать. Конечно, нелегкая – это обязанность поддерживать, развивать и бережно хранить культуру. Но без искусства жизнь была бы неполноценной. Ведь именно благодаря ему формируется личность человека. Анастасия Воронина, Егор Хлябич, Елена Кошлева. Видное ТВ. Среди работников культуры есть те, для кого работа – настоящее призвание. Директор Центра досуга Дроздова Ольга Гаврилова руководит учреждением уже более 15 лет. Как человек творческий, она сама принимает непосредственное участие в жизни Центра. Проводит мастер-классы, занимается постановкой спектаклей. С героиней сюжета встретился наш корреспондент Дмитрий Книга. Директор Центра досуга Дроздова Ольга Гаврилова не может представить свою жизнь без творчества. Чтобы заинтересовать посетителей учреждения культуры, необходимо каждый день придумывать что-то новое. Но для Ольги такой труд только в радость. В Центре работают всего пять человек, но несмотря на это, здесь существуют кружки прикладного и изобразительного искусства, проводятся конкурсы чтецов, занятия в театральной студии. Под руководством Ольги Гавриловой готовятся массовые праздничные мероприятия. Секрет успеха любой постановки – пропустить все через себя. Я понимаю, если мне интересно, если моему коллективу девочкам, с кем мы работаем, если ему интересно, значит будет интересно и родителям, и детям. Потому что направлять какое-то мероприятие именно на ребенка – да, замечательно, но родители будут скучать. Поэтому если мы что-то ставим, даже какую-то сказку, там есть места, там, где посмеются взрослые. Вот, есть то, что поймут дети. Каждую неделю в Центре проходит интерактивная образовательная программа для детей. Ольга Гаврилова ведет кружок фелтинга или валяния из шерсти. Помимо этого, в детстве она долгое время занималась хореографией, но также ее всегда привлекало изобразительное искусство. И однажды она попала в художественный кружок, где впервые столкнулась с рисованием, которое с тех пор стало серьезным увлечением. Вот масло, да, гуашь, да, там, пастель, да, вот акварель не мое. А так вышло, что как-то вот, скажем так, полгода назад акварельные краски попали мне в руки, и я поняла, что меня этот процесс завораживает. Но страдать одна я не могу, поэтому я могу страдать только с коллективом. Поэтому, если интересно мне, я рассказала девочке, надо пробовать. Тогда в Центре начали проходить занятия по скетчингу. Красивые картины получаются даже у тех, кто никогда раньше не рисовал. По словам Ольги, взяв в руки кисть, она стала замечать вещи, на которые раньше просто не обращала внимания. Почему же от этого предмета вот не одна тень, а две? А как вот, интересно, вот такой цвет необычный, что же смешать? То есть там какие-то совершенно свои процессы в голове происходят, и я не знаю, как это контролировать и нужно ли, но это интересно. Своим хобби Ольга способна заразить всех, кто приходит к ней на мастер-классы. Наталья Хомякова вместе со своей дочкой посещают занятия досугового центра уже более шести лет. Оля, конечно, руководитель от Бога, я считаю. Таких людей надо больше, потому что на таком энтузиазме поднять вот это вот все. Потому что когда мы приходили, здесь еще не было такого изобилия. Сейчас много детей ходят, а когда мы приходили, здесь было совсем мало детей, начало. А сейчас, конечно, клуб достаточно расширился. Благодаря неиссякаемой фантазии и энергии, получаемой от занятий любимым делом, у Ольги Гавриловой уже сейчас есть множество интересных проектов и творческих идей на будущее. Дмитрий Книга, Владимир Бижонов, Ольга Садовская, Видное ТВ. О, это книжка! Нов – новый и Рус – день. Именно таково происхождение слова «Наврус». У этого праздника, отмечаемого мусульманами, многовековая история, но сохранил он свои традиции и сегодня. И в этом году в стенах районного дома культуры прошла торжественная программа «Наврус в Подмосковье», куда съехались гости со всей области. Побывала здесь и наш корреспондент Екатерина Коваленко. Праздник «Наврус» – один из древнейших на планете. Он отмечается в день весеннего равноденствия и символизирует обновление человека и природы. Ведь не зря само слово «Наврус» переводится как «Новый день». Особое настроение витало уже в фойе районного дома культуры. Именно здесь широко отметили праздник «Наврус» в Подмосковье, гости которого съехались из всей области. Национальной культурной автономии на тематических выставках представили то, что составляет гордость и достояние их народов. А артисты порадовали публику театральными сценками. О происхождении «Навруса» существует несколько версий и легенд, но все они сходятся в том, что он возник еще до нашей эры. Сейчас же в некоторых странах это государственный праздник. А с 2009 года ЮНЕСКО включило «Наврус» в список Международного культурного объединения наций. И слово «объединение» здесь, пожалуй, ключевое. Татары, как и все, за объединение наций, за объединение праздник. Любой праздник для нас является лишним поводом собраться все вместе и показать, как мы дружны, как мы едины. Екатерина Мусаева-Найсон вспоминает, что в ее семье в честь «Навруса» всегда накрывался вкусный праздничный стол, за которым собирались все родственники. Причем ждали его с нетерпением и взрослые, и дети. Вот в новогодние бывают настроения, что мы ожидаем чудо от Нового года, правильно? Вот то же самое для нас это праздник «Наврус». Для нас это ожидание чуда, это восторжествует мир, дружба, любовь, и все остальное, все хорошее. Но для нас это почти святой праздник. И, конечно, какой же «Наврус» без песен и танцев. Для торжества подготовили специальную концертную программу. Но прежде всех поздравил глава городского поселения «Видное» Моисей Шамаилов. Ассалам алейкум, уважаемые друзья! Барамус Кубаряй! С праздником! Это праздник весны и праздник добра, праздник мира и дружбы. И мы должны сделать все, чтобы между нашими народами, многими, всегда вот этот мост был крепкий, надежный и на долгие годы. В этот день на сцену выходили артисты из Азербайджана, Таджикистана, Узбекистана, Татарстана. Концертные номера были настолько красочными, что никого не оставляли равнодушными. Яркий зажигательный танец джигитов – одна из визитных карточек коллектива школы искусств «Карабах». Артисты всегда исполняют его с особой гордостью. Даже костюмы заслуживают отдельного слова, ведь это полностью аутентичные одеяния. Черкеска – это одеяние настоящего мужчины на Кавказе. Снизу рубаха, пояс, и на пояс должен был быть кинжал. Мы просто на барабанах сегодня играли, а, к сожалению, без кинжала сегодня выступили. Вот, дальше шаровары, ичиги, ичиги – это сапоги. Вот, и кубанка. Кубанка для нас – это самое главное. Продолжался концерт более двух часов, и все это время аплодисменты не смолкали, а значит, праздник удался на славу. И в заключение выпуска традиционно о прогнозах синоптиков. А они предсказывают, что завтра, 26 марта, облачная погода продержится до самого вечера. Ожидается, что всю вторую половину дня будет идти мелкий дождь со снегом. Температура плюс 5 градусов. Это все новости на сегодня. С вами был Максим Козлов. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»!